В этом году платье комбинация будет переживать, по всей видимости, свое второе рождение. Для самых смелых оно будет украшено пайетками. Оно стало длинным, часто имеет фронтальные два разреза, либо хотя бы один. Сочетать будем очень красиво. Как белый, так и черный вариант с пиджаком мужского кроя. Кстати, цветной вариант тоже представлен широко и подойдет для тех, кто любит аутфиты поярче. Перед нами витрины марки Луиза Спаньоли. Здесь мы снова видим льняной костюм. Он прекрасно впишется в абсолютно любой гардероб. Из двух вариантов белый брючный льняной костюм и льняной костюм брючный яркого цвета я бы отдавала предпочтение последнему. Брюки яркого цвета легко сочетаются с абсолютно любым верхом. И пиджак яркого цвета вы также можете носить самостоятельно. Это будет всегда очень красиво, допустим, с белым низом. Это белые брюки, это также могут быть джинсы классического голубого оттенка. И на самом деле пиджак яркого цвета, палочка-выручалочка, когда не знаешь, что надеть, но хочется удобства и яркости. Кстати, брючный костюм именно яркого цвета – прекрасная альтернатива так называемому нарядному наряду, когда нужно попасть на какое-то торжество. Потом этот костюм прослужит вам верой и правдой. Вы сможете носить его с более базовой обувью, даже с кедами сочетать, либо с модными в этом сезоне беговыми кроссовками. У меня есть синий брючный костюм и также желтого цвета. Действительно универсальная вещь, как для того, чтобы носить самостоятельно в комплекте, так и, что называется, в разбивку. Желтые брюки сочетаются с абсолютно любым верхом, а желтый пиджак также можно носить в огромном количестве вариаций. Вообще, тема костюма мне очень близка, и она продолжает быть популярна. Костюмов очень много. Безусловно, самым распространенным вариантом является по-прежнему брючный костюм. Но в этом сезоне присутствуют юбочные костюмы, костюмы с шортами. Мы с вами уже их видели у Макс Мары. Также популярны в этом сезоне костюмы с жилетками. Девушки прекрасно выглядят, очень классно одеты. Я на самом деле обращала внимание своих зрительниц, что у меня было ощущение, что молодое поколение не подхватит итальянский дух действительно уметь красиво одеваться, сочетать красиво вещи, но смотря на подобных модниц, понимаешь, что я оказалась не права. Покажу вам образ, который мне очень понравился. Он 100% мой, хотя, наверное, вы редко можете меня увидеть в подобных компоновках, а если я так одеваюсь, я получаю много критики. Своим зрителям все-таки я больше нравлюсь в женственных аутфитах. Я очень люблю формулу, в которой задействованы джинсы. При этом джинсы должны выглядеть очень по-мужски, как будто бы действительно заимствованы из мужского гардероба. И даже максимально грубо. Безусловно, тренд на каргу, на накладные карманы помогает, потому что есть ощущение, что это вообще брюки рабочего. Большое количество карманов, где удобно располагать в том числе инструменты. Кстати, эти джинсы очень известного местного бренда. Их очень сложно купить. Я пришла за подобными джинсами весной, уже не было моих размеров. Итак, что мы имеем? Грубые джинсы. Не просто женственную обувь, а обувь, украшенную стразами. Здесь подойдут как и закрытые варианты. В данном случае это лодочки. Здесь могут быть открытые босоножки с тонкими ремешками, но украшенные стразами. В этом аутфите, скорее всего, используется мужское поло. Берем на заметку, почему я так уверенно говорю, потому что у меня есть подобные варианты одежды. У меня есть блуза, которая выглядит очень широко, имеет широкий рукав, и она на самом деле из мужской линейки Dolce & Gabbana. И таких блуз у меня много. Я постоянно получаю комплименты, если публикую аутфиты с ними. Также здесь мы имеем сумочку, украшенную стразами. Это практически вечерний вариант, который вот в таком соседстве с мужскими вещами, либо вещами, которые выглядят, как будто бы они заимствованы из мужского гардероба, выглядит очень и очень по дневному, поэтому очень уместно. Вот он, наглядный пример тихой роскоши. Это когда вещи стоят очень дорого, но очень и очень дорого. Роскошно они не выглядят. Словосочетание тихая роскошь, quite luxury, на пике популярности используется очень часто и в названиях видео. Но, безусловно, маркетологи не дремлят. Они вынудят нас купить огромное количество вещей, используя этот не всем понятный термин. Снова сочетание денима, который выглядит, как будто бы мы позаимствовали его из мужского гардероба и достаточно женственного верха. Здесь используется белая рубашка, завязанная на узел. Очень популярный в этом сезоне прием. Используется вот такая обувь, украшенная стразами. Также на рубашке мы можем видеть стразы, это, скорее всего, брошь. Не устаю повторять, что подобные образы мне очень нравятся. В них ты легко и комфортно себя чувствуешь с самого утра и до самого вечера. Образ легко трансформируется и вписывается в большинство гардеробов и обстоятельств. Но здесь ключевым, безусловно, является деним, который будет выглядеть мужественно. Верх может быть любым. От обтягивающей водолазки мы выходим на осенний период до белой простой рубашки. Можем также позаимствовать ее в мужском гардеробе. Здесь важно также сочетание очень женственных, почти нарядных аксессуаров и обуви. Подобные комплекты я называю комплекты в пижамном стиле. Они слегка трансформировались. Могу сказать, что пижамный стиль никак не может завоевать популярность у итальянских модниц. На стритстале подобные комплекты встречаются крайне редко. А вот брюки от подобных комплектов увидишь часто. Сочетаются они с абсолютно любым верхом. Если говорить о весне и лете, то, безусловно, футболка любого цвета и рубашка любого цвета являются прекрасным дополнением к брюкам, как будто бы от пижамного комплекта. Иными словами, шелковым брюкам, которые могут иметь рисунок совершенно разный. Геометричный. Это может быть флореальный рисунок. Недавно я рассказывала о новой формуле, которую мы увидим этой осенью. Это нарядное облегающее платье и любая верхняя одежда. Скорее всего, будет использоваться активно пальто и также пуховик. Пуховик при этом должен быть достаточно длинным. То есть, по своему фасону и длине он должен чем-то напоминать все-таки пальто. То есть, для подобного платья, как мы видим на витрине Максмара, не подойдет, скорее всего, укороченный вариант. Хотя, посмотрим. Возможно, нам предложат и подобные формулы. Но вот такое платье, абсолютно вечернее, обтягивающее. Здесь, кстати, важно понимать, что это не просто рюши, пайетки и перья, и летящий фасон. Нет, это именно облегающий силуэт плюс любая верхняя одежда, но, скорее всего, пальто. Это новая формула, которую мы увидим в этом сезоне. Это формула, которую нам предложила уже на витринах Максмара. Кстати, платья и юбки из подобной сетки в этом сезоне в весенне-летней коллекции были представлены у марки Патриция Пепе. Там они стоят слегка дешевле, чем у Максмара. Выполнены очень качественно. И сейчас, если вы успеете, вы сможете приобрести подобные вещи со скидкой. В последнее время постоянно обращаю внимание и свое, и ваше на то, как красиво смотрятся украшения. С одной стороны, ими можно заполнить декольте. Немножечко, что называется, прикрыть слишком открытую часть тела. С другой стороны, можно добавить движение и еще один слой в наш аутфит. Смотрится потрясающе красиво. Очень красиво смотрятся подобные нити-бусы. Их в Италии можно приобрести совсем за небольшие деньги. Очень часто их можно найти, в том числе и на рынке. Подобные бусы прекрасно смотрятся в так называемых базовых расцветках. Черная, белая нить всегда украсит ваш аутфит. Но если вы любите яркие цвета и носите одежду с рисунком, то если цвет бус будет повторять цвет рисунка, это будет очень эффектно. Марина Ринальди. Внимание на рукав. Рукав по-прежнему широкий и имеет резинку. Очень люблю вот такие удлиненные блузы от Марина Ринальди. Летом они представлены в летних тканях. Это, как правило, лен и хлопок. А зимой можно найти подобные блузы, которые, кстати, прекрасно смотрятся также и с короткими шортами. И смотрятся очень красиво, как мини-платье. Если вы носите маленький размер, то подобные блузы вам подойдут с поясом. Они будут смотреться очень красиво затрапированными. Так вот, подобные блузы предлагаются и с тонкой шерстью в осенне-зимний период. Топы в белевом стиле на тонких бретельках, выполненные из ткани с атласным блеском. Это мастхэв абсолютно любой коллекции. Их предлагает Марина Ринальди, Макс Мара, также Луиза Спаньоли, Марка Мамони из сезона в сезон. Красивая летняя формула. Брюки Палаццо, брюки с защипами, плюс облегающий топ наподобие майки. При этом, как вы видите, майка может быть не только черной, белой, либо любого яркого цвета. Это также может быть полоска. Такая формула летнего аутфита прекрасно трансформируется в первый слой для осенних аутфитов. Когда мы можем добавить джинсовую куртку, рубашку, если еще не очень холодно, либо пиджак. Марка Мамони, одна из немногих марок, которая взяла в ДНК своего стиля и внедрила белые кеды. Из сезона в сезон, несмотря на то, что это уже больше не выглядит модно и трендово, марка предлагает подобную обувь к своей одежде. Это могут быть как сочетание белой кеды, плюс платье, выглядящее женственно. В Мамони очень часто используется натуральный шелк, поэтому шелковое платье плюс кеды. Это могут быть сочетание брюки плюс кеды, плюс абсолютно любой верх. Может использоваться блуза, либо пиджак. Недавно одна зрительница прислала мне очень красивые свои собственные фотографии. Они были настолько хороши, что я попросила разрешение опубликовать их в сообществе. Очень многие раскритиковали шейный платок. При этом могу сказать, что в Италии именно короткий шейный платок используется очень часто. Это используется как в реальных аутфитах, так и в сочетаниях одежды на витрине. Обращала ваше внимание на то, что чем ближе мы к жаркому сезону, либо это разгар жаркого сезона, тем больше мы увидим замятых тканей на витринах тех или иных магазинов. Соответственно, это различные блузы, платья, рубашки, безусловно, брюки. Превалирует лен, но в целом очень часто подобная замятость делается и на хлопковых тканях. И, соответственно, они не нуждаются в том, чтобы их гладить. Брюки с принтом на резинке из эластичной ткани в Италии очень популярны. Я часто вижу этот предмет гардероба на реальных модницах. Снова мы видим шейный платок. Перед нами витрины марки Max Mara Weekend. Это уже осенняя коллекция. И посмотрите, как наглядно представлены тенденции. Это и джинсовая юбка, длинная. Она сохранилась. Берем ее из летнего сезона, в осенний. Это белая майка, которая будет прекрасным первым слоем, по всей видимости, для пиджаков и жакетов. Это, конечно же, носки слегка присборенные, приспущенные. Это также шорты. Не бермуды, а именно шорты. То есть более короткий вариант, выполненный из тонкой шерсти. По всей видимости, эта вещь будет очень трендовой. Я обожаю шорты. Они гораздо легче компонуются, чем мини-юбки, при этом более практичны. В них не так холодно. Шорты прекрасно смотрятся с плотными колготками цветными, в сеточку, ажурными, ну либо просто с черными. Летняя коллекция, которая, по всей видимости, будет актуальна в следующем сезоне. Это хлопковые платья незамысловатые, которые всегда нужны в жару. Белый брючный льняной костюм, безусловно, будет актуально смотреться и в следующем сезоне. Также все вариации на тему тельняшки, безусловно, будут очень долго жить в нашем гардеробе и будут красиво сочетаться со многими вещами. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, этот обзор вам понравился, был полезен, послужил вдохновением. Мы с вами очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.